Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Live. И сегодня покажу вам, как сделать из ваты очаровательных малышей на елку. Смотрим! Эта история началась на Pinterest, где я наткнулась на очаровательные фигурки малышей. Эти игрушки делает одна американская компания, а их автор, художника Кристи Йенсен-Пьеро, вдохновлялась старинными немецкими фарфоровыми статуэтками 19 века. Ну а эти статуэтки, в свою очередь, произошли от сахарных фигурок, которыми раньше украшали елки. Целая история у этих малышей. Итак, я распечатала фотографии малышей, которые попробую воссоздать. Фото я буду использовать в качестве ориентира размеров и поз. Начну я с лиц. В этот раз я буду использовать молд, который купила для другого проекта. Кстати, от души рекомендую мастерскую, где его заказывала. Называется Хомяк Маркет. Это авторские молды, и они невозможно хороши. Я буду использовать один молд для всех лиц. Итак, делаю личики из полимерной глины. А чтобы разнообразить малышей, корректирую некоторые из них. Например, делаю ротик при открытом, с помощью стека. Некоторых малышей делаю улыбающимися, немножко приподнимая края ротика. Парочку лиц делаю с закрытыми глазами, как на исходных фотографиях. И после того, как все готово, запекаю мордашки. У меня на полимерной глине после запекания местами проявились чешуйки. Так что мне пришлось красить все лица в телесный цвет. Бывает такая проблема с полимеркой скалпик, которой я пользовалась. Выглядит это как небольшое расслоение под поверхностью верхнего слоя. Чешуйки было хорошо видно, поэтому я закрасила личики. Если у вас все ровненько, то этого делать, конечно, уже не надо. Как видите, также крашу их побледнее. Оригинальные малыши довольно беленькие, и я своих тоже посветлее сделать решила. У меня этот цвет кукольный телесный от Таир. После того, как базовый слой высох, рисую личики. Сначала брови и глаза с самой тоненькой кисточкой коричневым акрилом. Здесь лучше использовать приглушенные мягкие оттенки, поэтому не красьте черным. Коричневые выглядят намного лучше. Можно, кстати, расписать личики тонкими цветными карандашами. Только обязательно выбирайте очень мягкие, чтобы не поцарапать ими слой краски на коже. Если кожа у вас тоже покрашена. Зрачки рисую синим. У меня тоже мягкий, приглушенный оттенок. И, наконец, подкрашиваю губки сильно разбавленной розовой краской. Даю краске хорошо просохнуть. А затем подрумяниваю малышей сухой пастелью, сухой кисточкой, розовым цветом. Пастель, кстати, легко заменить обыкновенными румянами. Только не переборщите, все очень мягко и нежно. В завершение покрываю лица матовым акриловым лаком. Я делала личики с запасом, чтобы иметь возможность отобрать лучшие после росписи. Дальше готовлю скелетики основы для малышей. Все они делаются одинаково. Делаю сначала проволочную петельку по размеру лица, а затем сгибаю проволоку, чтобы получились ручки и ножки нужного размера. Здесь очень удобно использовать фото в качестве ориентира, чтобы все получилось соразмерно. У меня довольно толстая и жесткая проволока здесь используется. Но, кстати, очень удобно такие скелетики делать из обычной синельной проволоки из фикс-прайс. После того, как первый скелетик готов, все остальные делаю по нему, как по образцу. Ну что, пришло время взяться за вату. Все скелетики оборачиваем в тонкий слой ваты. Дополнительно я обматывала основу нитками, чтобы вата хорошо держалась и чтобы толщина везде получилась примерно одинаковая. Оборачиваю петельки для головы ватой и приклеиваю к ним лица на горячий клей. Основа для малышей готова. Теперь начинается самое интересное. Смотрите, я сделала новую картину нитью. Рингстринг это уникальные наборы для создания картин из нити. С их помощью абсолютно любой человек, даже не имея никаких навыков, может создать свою собственную картину нитью на основании любой фотографии. Они очень классно смотрятся в интерьере. Мы с Игорем уже делали несколько фотопортретов, а в этот раз мне захотелось сделать картины с цветком. В наборе есть все, что нужно для создания картины. Готовая основа с вбитыми гвоздиками, катушка с нитками, крепление для нее и даже подставка для телефона. Коробка одновременно служит основой мольберта. Нужно согнуть крышку по перфорации, заправить язычки в прорези и получается удобная подставка, на которой можно работать. Основа разделена на 4 сектора. А, Б, С и Д. В каждом секторе гвоздики пронумерованы от 1 до 60. В голосовой инструкции диктор будет называть вам сектор и номер гвоздика, за который нужно зацепить нить. Все очень просто. Справится даже ребенок. Завязываем нить на гвоздика 1 и можно приступать. Чтобы получить инструкцию, заходим на сайт ringstream.art, вводим код доступа, который идет с набором и загружаем фотографии. Я для этой картины выбрала свой самый любимый цветок. Вы же понимаете, какой он был. Программа делает макет в нескольких вариантах. Выбираем понравившийся и отправляем инструкцию к себе на почту. Инструкция интерактивная, голосовая. Здесь можно выбрать расслабляющую музыку, которая будет сопровождать работу. Привет! Добро пожаловать в мир искусства и медитации ringstring. Есть целых 4 варианта. Ну или мой любимый, звуки природы. Озвучку можно переключить на женский или мужской голос. А, 59. И скорость работы тоже регулируется. Можно настроить удобный вам тэп. Процесс очень захватывающий и при этом расслабляющий. В него можно погрузиться с головой. Он особенно понравится любителям медитации. Можно отключиться от всех повседневных мыслей и просто следовать за голосом, создавая красоту. Кстати, если решите сделать перерыв, можно не бояться потеряться в инструкции. При новой загрузке программа сразу восстанавливается с того самого шага, где вы закончили в прошлый раз. Также можно переключиться на нужный вам шаг вручную, введя его номер в поиски. И еще очень удобно, если вы все-таки поглядываете на экран. На каждом шаге показывается направление, куда вести нитку на следующем шаге. В общем, все очень продуманно, благодаря этому делает панно настоящее удовольствие. Здорово, что такой замечательный продукт полностью произведен в России. В итоге получается оригинальное интерьерное украшение. Смотрится очень круто. Размер готовой картины 50 на 50 сантиметров. Довольно большая. А с изнаночной стороны предусмотрено крепление, чтобы повесить ее на стену. Это шикарный вариант подарка кому угодно, ведь он подойдет и на Новый год, и на день рождения, и женщине, и мужчине, и подростку, и даже любимой бабушке. Заказать RingString можно на официальном сайте ringstring.ru. Ссылочка я оставлю в описании под видео. А при заказе вводите в корзине промокод MYDIYLIFE, чтобы получить приятную скидку 15%. Выбирайте, заказывайте и дарите искусство и медитацию. В этот раз я решила попробовать сделать клестер из крахмала. По описанию делать его довольно просто. Нужно добавить кипяток к ложке крахмала, и готово. Но и здесь есть тонкости. Если добавить кипяток непосредственно в крахмал, получится много комочков. Поэтому сначала нужно добавить небольшое количество холодной воды и хорошо перемешать. Отличный образец не ньютоновской жидкости. И после этого уже добавляем в раствор кипяток. Сначала раствор будет белесый, и вот когда он станет полупрозрачным, то есть заварится, все, значит клей получился. Итак, начнем с первого малыша, который смотрит на птичку. Привязываю петельку для подвешивания. Оборачиваю ее вокруг головы, чтобы крепление вышло надежно. Затем формирую нужную позу, сгибая ручки и ножки, как на картинке. И немного поворачиваю голову. Дальше покрываю все тело клеем. И оборачиваю тело, ручки и ножки ватой, чтобы они стали потолще. В этот раз я пробую клейстер, поскольку многие мне писали в комментариях, что ПВА, которым я обычно и пользуюсь для подобных игрушек, слишком липкий и с ним сложно работать. Клейстер удобнее, потому что он не такой липкий. Можно формировать фигурки прямо пальцами. Но заваривать его нужно приноровиться. У меня, например, с первой маркой крахмал ничего не получилось, он не заваривался. Так что, если и у вас клей не получится по этой технике, попробуйте крахмал другой марки. Наслаиваю вату до тех пор, пока не получится фигурка более-менее нужной формы. И затем оставляю ее сохнуть на ночь. После этого наношу второй слой ваты. Как видите, вата после высыхания съежилась, и вся померкность стала бугристой. Чтобы она стала ровнее, нужно нанести еще несколько тонких слоев ваты. С каждым разом поверхность будет становиться все более ровно. Так что, теперь добавляю крошечные клочки ваты. Мне уже не нужно наращивать большой объем, а скорее нужно сглаживать поверхность. Делаю ступни, прикрепляя маленькие ватные шарики к ногам. И покрывая их маленькими клочками ваты, чтобы закрепить и придать им нужную форму. Дополнительно можно сформировать их пальцами, придавая окончательный вид. Вообще, подкладывать шарики удобно везде, где нужен объем. На попе или на коленках я делала точно так же. Чтобы сделать ладошки, наращиваю на ручки немножко ваты. И сжимаю пальцами, чтобы кончик стал плоский, как варежка. А потом скатываю малюсенькую колбаску и прикрепляю к варежке. Это будет большой палец. Добавляю немного ваты вокруг запястья, чтобы большой палец хорошо держался. И вуаля, получилась варежка. Поверхность еще дает усадку после высыхания. Клестер у меня сморщивается посильнее, чем ПВА, кстати. Так что я снова наслаиваю вату. И добавляю еще объема в нужных местах. На коленках, попке и животике. Малыши же должны в итоге быть довольно пухленькие. После того, как фигурка готова, добавляем текстуру. Отделяю очень тонкий слой ваты от рулона. Он должен быть почти прозрачным. И не берите большой. 2 на 2 сантиметра вполне достаточно. Наношу клей, чтобы пласт пропитался насквозь. Это нужно делать на невпитывающей поверхности. Например, на пластиковой папке, чтобы вата к нему не прилипала. И затем начинаю собирать вату в мелкие морщинки и складочки. Используя острый инструмент. Я пользуюсь стеком, но обычная зубочистка справится ничуть не хуже. После того, как весь кусок будет сморщен, очень осторожно приподнимаем, чтобы все складочки, которые мы только что сделали, не распрямились обратно. И приклеиваем этот текстурированный слой ваты на промазанную клеем поверхность малыша. После этого можно скорректировать складочки и добавить еще фактуры прямо на фигурке. Края приклеенного кусочка приглаживаем к поверхности кистью, смоченной в клее. Должна сказать, что мне совсем не понравилось, как здесь работает клейстер. При использовании клея ПВА у меня получалась гораздо более тонкая фактура. Возможно, не та густота клейстера. В общем, хотя клейстером и можно пользоваться для этой работы, я продолжу с ПВА. Он не такой водянистый, как клейстер, и более липкий. Наверное, поэтому с ним получаются мельчайшие морщинки и складочки на вате. В итоге я сняла слой ваты на клейстере и заменила его слоем на основе клея ПВА, чтобы у всего малыша текстура комбинезончика получилась одинаковая. Этой сморщенной ватой, имитирующей мех, покрываю весь комбинезон малыша. Кстати, если вы часто делаете игрушки из ваты, очень советую купить, например, в фикс-прайсе держатель для кухонных принадлежностей и вешать туда игрушки на просушку, или пока вы готовите следующий кусок текстурированной ваты. Класть игрушку на стол в этот момент нельзя, свежесделанная фактура испортится и сомнется, поэтому игрушку нужно куда-то вешать, а такой держатель идеально подходит для данной цели. Перед тем, как покрыть голову капюшоном, делаю челочку из ваты, стараясь сформировать на ней складочки, похожие на настоящие локоны. И, наконец, делаю капюшон из текстурированной ваты на голове. Можно предварительно просушить фигурку, чтобы иметь возможность держать ее за тело и не бояться испортить текстуру. Раскрашиваю малышу волосы. Я использовала акварель, так как она хорошо впитывается в вату и создает реалистичные переливы цвета на волосах. К ручке на суперклей приклеиваю ювелирный пин, как на исходной картинке. Можно взять тонкую проволочку. На кончике пина делаю крошечную птичку из ваты. На этого малыша я надену шарфик. Его тоже можно сделать из ваты или из ткани. Ну, а я решила связать настоящий, так как у меня была винтажная пряжа идеального красного цвета. И я связала шарфик. Решила не делать его очень длинным, так как если его реально завязать, узел получается очень уж толстый. Позже просто сымитирую его. Наконец, раскрашиваю птичку в красный цвет. Тонкой кистью рисую глаза и клювик. И повязываю шарфик. Я перетянула его ниткой в двух местах, чтобы было похоже на узел. Следующий малыш вот такой. Он будет держать коробку с подарком. Здесь я покажу процесс гораздо менее детально, так как вы уже знаете, как все это делается. Я также привязываю шнурок для подвешивания. И затем придаю фигурке нужную позу. Здесь все очень просто. Достаточно только согнуть ручки. Тоже покрываю фигурку клейстером и накладываю первый базовый слой ваты. Продолжение следует... Просушиваю и добавляю еще ваты, чтобы сгладить поверхность и скорректировать форму, добавляя объемы на коленках, животике и попе. А также формирую ступни и ладошки, как я уже показывала. Накладываю вату, пока малыш не получится гладкий и аккуратненький. И затем покрываю его слоем текстурированной ваты, чтобы получился комбинезончик. Делаю челочку и затем капюшон. После того, как малыш высохнет, крашу челочку в блондинистый цвет. Чтобы сделать подарок, рисую развертку коробочки на листе тонкого картона. У меня коробочка 2х2 см и сантиметр высотой. И вырезаю ее, делая небольшие припуски по краям. Сгибаю развертку по всем линиям, помогая себе линейкой. И, наконец, склеиваю коробочку на горячий клей, попутно срезая лишние припуски. Обвязываю коробочку красной лентой и делаю бантик. И, наконец, вклеиваю подарок малышу в ручке. Третий малыш очень-очень простой в исполнении. Изначально это ангелочек, но я крылью ему делать не буду. Привязываю петельку. Здесь нужно сначала нарастить ватой объем на груди и на животе. И только после этого сгибать ручки в нужную позу. Иначе будет сложно добавлять сюда вату. Формирую тело. И после того, как базовый слой высохнет, делаю ступни. Здесь я даже не стала делать большие пальцы на ручках, потому что их все равно не будет видно. Постепенно наслаиваю вату, чтобы получилась гладкая поверхность. И, наконец, покрываю комбинезон текстурированным слоем. Мне очень нравится этот эффект. Делать его так легко, после того, как поймете принцип, а выглядит очень эффектно. И очень похоже на настоящий мех. Делаю челочку. И после высыхания раскрашиваю ее. Леплю из ваты сердечко. И после высыхания продеваю через него мононить. Затем крашу сердечко красным акрилом. И подклеиваю и привязываю его к малышу. Я хотела надежное крепление, и поэтому обвязала мононить вокруг шеи. Благо ее не видно. И последний на сегодня малыш-рыбачок. Его немножко сложнее сделать из-за позы и аксессуаров. Сначала сгибаю ножки и ручки, как будто он сидит и что-то держит. И накладываю базовый слой ваты. Формирую тело, как я уже показывала. Затем scraped. Затем делаю ступни и ладошки. Как видите, и ножки, и ручки сейчас не полностью соприкасаются друг с другом. Я сделала так, чтобы было удобнее работать. Позу можно будет немножко скорректировать перед тем, как будете накладывать морщинистый слой. Благо вата это позволяет. Итак, здесь я уже скорректировала позу и укладываю текстурированную вату. Отличие только в том, что здесь я не делаю капюшон, а покрываю прядками всю голову, так как этот малыш будет в шапочке. Крашу волосы и делаю кусочек льда, на котором он сидит. Для этого я вырезала кусок картона, похожий по форме на льдинку, и сверху покрыла его ватой. Я сделала льдинку достаточно высокой, чтобы малыш мог на ней сидеть. Чтобы получилась удочка, срезаю кончики у зубочистки. Чтобы сделать висящий на ней елочный шарик, надеваю пластиковую жемчужину на ювелирный пин, а затем крашу ее в красный цвет краской по стеклу. Не было у меня под рукой красных жемчужин нужного размера. После высыхания сверху надеваю колпачок для бусин и сгибаю пин круглогубцами, чтобы получилась петелька. Привязываю к петельке мононить, а другой конец мононити к удочке. Вклеиваю удочку в ручки и приклеиваю льдинку к малышу на горячий клей. Льдинка вышла низковатой, так что я добавила еще ваты в нижнюю часть, чтобы нарастить высоту. Стало, правда, похоже скорее на сугробик. Мне хотелось, чтобы сугробик блестел, и поэтому пока клей еще влажный, посыпаю вату слюдой. Как я уже сказала, этот малыш одет в шапку, так что вяжу шапку из настоящей пряжи. И делаю для нее большой помпон. Хотя Игорь сказал, что это не мальчуковая шапка, потому что мальчики не носят такие большие помпоны. Надеваю шапку на малыша. Нужно будет продеть петельку для подвешивания сквозь шапку. И, наконец, все готово. Какие же очаровательные малыши получились. Мне очень они нравятся. Такие игрушки достаточно легко сделать, и я постаралась показать вам все мелкие детали процесса, чтобы у вас тоже все получилось. В качестве основы можно взять маленьких куколок, если у вас нет молда для лиц. Просто перекрасив личики и придав куколкам нужную позу. Как я делала в видео об игрушках из ваты серии Алиса в стране чудес. Ссылку на то видео оставлю в описании. Вы можете создать свою собственную коллекцию таких малышей, воссоздавая разные игрушки по понравившимся фотографиям. И, хотя игрушки эти не слишком разноцветные, просто красно-белые, на фоне елки они смотрятся необыкновенно ярко и нарядно. Обязательно напишите мне в комментариях, как вам сегодняшнее видео, понравились ли вам малыши. Я старалась сделать этот вариант попроще, чем другие мои ватные игрушки, потому что не у всех сразу получаются более сложные проекты. Также напишите, хотите ли вы вторую часть этого видео, потому что я подумываю сделать еще малышей в этой технике. Ну, а на сегодня все. Всем пока!